Друзья, это видео короткое, я просто перечислю, что нас тормозит в программировании Python, как исправить. Я буду рассказывать то, что я делаю в школе. То есть, если там кто-то считает, что, допустим, это реклама, то просто закрывайте и идите занимайтесь тем, чем вы хотите заниматься. А я буду вам задавать вопросы. Вот вы занимаетесь Python, кто-то 3 месяца, кто-то год, кто-то 2 года, кто-то больше. Ответьте на вопрос, почему вы не пишете код? Я уверен, что вы что-то программируете, но свободно писать не можете. Отвечайте, записывайте себе эти вопросы. Эти ссылки будут давать в описании. Вот видео, да, сегодня еще один программист начал писать. Я рассказал, что произошло, как произошло, почему произошло. Ребят, Также будут ссылки на две статьи, чтобы сейчас не тратить время. Вот Дмитрий, который начал писать, очень написал, вот как он считает, почему это получилось. А вот мое видение, да, статья ВКонтакте, здесь я на чем останавливаюсь. И обратите внимание, Дмитрий начал писать, это прекрасно, но мы уже, уже он сегодня пошел дальше. Я сказал, что классно начинать с Адрипудов. Вот он сначала описал. Я ему сказал, этого мало и дал, чего я вообще от него добиваюсь. То есть пошел работать. У него начинается работа совершенно на ином уровне. Теперь поговорим о школе. Итак, ребят, чтобы вы не говорили, вот там Болсыновский, вот такой умный, да, вот, он прямо вас за шиворот берет, затягивает школу. Ребят, да не хотите, не идите. Вопрос в другом. Сколько вы собираетесь ковыряться? Если я у вас спрашиваю, скажите, пожалуйста, каждую неделю происходит то, что вы видите, что у вас рост, да? То есть открыли код, его больше. Вы сейчас начнете все врать. Да, я там, я, мы, да. Да, а я вот так вам, смотрите. Сразу шах и маг. Открываю. Ну что ж, если нет проблем, значит открываем профессиональный файл Джанго или там Тога и начинаем читать. Если не читаем, ребят, вся ваша работа это туфта. Просто вы занимаетесь программированием. И у вас есть надежда. Какая? У нас у всех есть эта надежда, да? У меня тоже был такой момент, когда у меня была надежда, да? Что если я буду заниматься, то я стану программистом. Ребят, вот тут есть один момент. Если у вас хватит сил не бросить. Потому что когда не получается, трудно не бросить. Вот у меня хватило. Значит, я вам сразу могу сказать, что, чем отличается школа. Вот здесь было про школу. Первое. Сразу надо заниматься профессиональным кодом. Вы можете сказать, я много видео на эту тему говорил. Вы можете сказать, что, ой, а что я там буду делать? Ребят, ну, если вы будете задачки решать, то вы и научитесь задачки решать. А вообще-то надо учиться совершенно другим вещам. Поэтому новичок, да, он начинает с простого чтения параметров. Но если он разобрался, он их читает. Потихонечку файл становится понятным. Абсолютно любой. Я у вас спрашиваю сейчас еще вопрос. Что вы считаете за работу программиста? Если вы посмотрите по сети, кто что там только не считает. Когда я там, вплоть до таких вещей совершенно безнадежных, когда я там начну рекомендовать, когда я начну советовать, когда я разберусь, что такое if-else. Ребят, выбросьте все это с головы. Есть две вещи. Если вы используете документацию и исходный код, то это есть основа работы программиста. Вот именно это произошло у Дмитрия. Посмотрите, что видео сказал. Поехали дальше. Теперь, когда станет понятно. То есть, есть ребята, которые, вот мне недавно писал парень, говорит, пишет такое. Себя, скорее всего, узнает. Я имя не помню, но недавно писал парень. И я хочу записаться к вам на индивидуальное обучение. И я хочу Python Django. И говорит, что... Я ему написал, что надо изучать несколько языков сразу. Он говорит, я считаю, что надо двигаться поблочно и изучать Python. Ага, Болшуновский номер 2. 2008-2012. Годы пустую. Вот ответ. Сразу, да? Итак, станет понятно вам программирование, если вы говорите, хорошо, я сам. Да нет вопроса, ребят, станет. Но после 10 лет. Вот не знаю. Вот такой принцип, да? Вот лет 10 проходит, знаешь 3-4 языка, бас еще становится на место. А если вы сегодня изучаете, что вы изучаете? Вы Python знаете? Вот можете откинуть в мозгах полностью? Нет. Ага. Второй момент. А любой язык открываете, понимаете там с чего начать? Да, нет. Ага. Отлично. Отлично. Вопрос. Есть только один способ, чтобы это изменить подход. Это то, что делает школа. Денис Киплерде. Я нашел только одно его сообщение, да? Значит, это то, что он написал. То, что сначала надо, да? Вот новичку. Вот просто сдаю фишку. Но он написал. У меня, я не искал сейчас это сообщение. Он написал. У меня было ощущение, что я смотрел тысячи серий, а первую не видел. Вот зачем приходит в школу, понимаете? Собрал. В конце он написал. Валерий мне помог собрать за 3-4 месяца. Ребят, а у меня это происходило 9 лет. 2008-2015, 8. Так что станет. Обязательно станет. Если кто хочет, как у Дмитрия, через там годы еще не прошло, то, конечно, это надо человека, есть только один способ. Направлять. В чем задача школы? Вот смотрите. Пришла Катюша. Ой, ну так хочется, чтобы девчат больше было. Чтобы было. А то у Пайтона и программируя в основном мужское лицо. Хотелось бы, чтобы и девчата были. Считается, что вот девчата, ну там, только вот дизайн, да нет, нифига, прекрасно они работают. И Катя ей дал задание, и вот она его сейчас выполняет. Какое задание ей дал? Вот, да, тут есть вопросы. Вопросы. Какой выбор стоит у Кати сейчас? Смотрите. Когда я посмотрел, как она разобралась с параметрами, вот новичок уже и Калбеки пишет, уже функции первого класса знает. А я потом уже до конца проанализирую. Но что видно? Ребят, вы ничего не видите, скорее всего. Вот для этого и нужен Бовсуновский, да? Для этого и нужна школа. Ну, давайте подумаем. В чем проблема? В том-то и дело. В чем проблема? А в том, что Катины мозги в параметрах. Тупик. Тупик. Сейчас тупик. Что делается вначале? Что делал бы Бовсуновский через 14 лет? Я сказал, Катя, смотри. Катя, открой. Чем-то отличаются, смотри, вот эти параметры от твоих. Отличаются сильно. Почему? А есть очень простой ответ. И Катя на него может ответить сейчас, либо ответить через лет Энтак 4-5. Но при этом продвижение будет в раз 50 медленнее, чем могло бы быть. Как ускорить? Элементарно. Что надо сделать? Открою документацию. Так будет быстрее. Итак, смотрите. Катя сегодня что делает? Изучает функции. Да, все класс. Я у Кати спрашиваю. Кать, вот функция. Кать, вот класс. Есть их больше, но две ключевые вещи, которые это все объединяют. Классы, то есть функции, классы, методы, экземпляры. Что произойдет, когда она это поймет? Она поймет, над чем ей надо сейчас прямо работать, на что это повлияет, как это повлияет на классы. То есть она может подойти к классам, подготовленная уже с первых шагов, потому что она будет знать, что и зачем она делает. Вот по этому коду четко видно, что она ничего не знает. И когда она мне прислала сообщение, ответ на опрос, я крутил их вокруг чего? Вокруг... Кто там в бочке сидел? Был такой философ, забыл, но вы вспомните, да? То есть вот это прорыв. Вот поэтому нужна школа. Это будет первый правильный шаг для Кати. Поехали дальше. То есть в данном случае у Кати тот момент, когда надо изменить подход, был поставлен вопрос. Есть только один метод, который работает. Смотрите. Есть один вариант. Мы просто берем и тупо читаем, проходим курсы по порядку. Либо читаем книгу по порядку, по программированию. Но скажите, вот у вас же в жизни, вот автомобилисты меня поймут, да? Пришли вечером, открыли руководство и начинаем упорно читать. С предположением, что же там может у нас сломаться. Как-то в жизни происходит по-другому. Сломалось, потом читаем, да? А вот обслуживание читаем сразу, что надо обслужить текущее. Язык читать по порядку бесперспективно и бесполезно. Идет, либо есть формирование ядра, либо нет. Вот смотрите, у Дмитрия, с Дмитрием, вот то, что я давал видео посмотреть вам, да? Оно будет, вот сегодня еще один парень начал писать. Этих случаев все больше и больше в школе. Так вот, у него прорыв. Он начал писать, хотя тут говорится о типах, хотя он про них слышал тысячи раз. Но это как у каждого из нашей жизни бывает. Видел, слышал, но не понимал. А потом бас и осознал. И пошло. И я ему скоренько говорю, делайте задание, опишите то. И вот то, что у меня происходило, то у него сегодня происходит. У него начинается совершенно другой уровень. Идет скачками. Теперь, все это, все это я называю, вот я назвал дополнение вот эту статью, я вам дал почитать. Я вообще все это называю действием системы работы с кодом. Новичкова я всегда в первую очередь в школе отправляю в этот раздел. Здесь очень на пальцах рассказано, что такое система работы с кодом. И вот то, что мы делаем с Катей и Дмитрием, это и есть система работы с кодом. По сути дела, это как изменить подход, в данном случае, человеку, чтобы начать понимать. Можно сказать, что этот язык собирается последовательно. Ведь совершенно глупо полагать, что мы берем там, читаем книгу и вдруг начали писать. Или там прочитали, сделали 10 задачек и вдруг начали писать. Ребят, но совершенно разные вещи, задачки и допустим, как я в прошлых видео говорил, реализация, профессиональная реализация, реализация, значит, например, того же Калбека, да, это все отличается от примера и от всего. Это совершенно разные вещи, о которых вы даже и не знаете, и многие даже не узнают никогда. Вот я очень коротко, да, тезисно буквально описал, что я считаю происходит с Дмитрием. То есть, типа, когда стали на место. Ведь не можем же мы прочитать. Вот когда мы берем там что-то, сделали одно и то же действие раз-два, наконец-то поняли. Так вот, система работы с кодом, это не одно действие, это комплекс. Изучение функций, да, я рассказываю, как, что изучать. И вот Катя начала изучать и зашла в тупик. Да, вы знаете, до 2015 года я бы сказал, Катя, офигенно, ты молочина, все круто. А сейчас я говорю, Катя, дорога в никуда, я показал. Просто-напросто твоя мысль сейчас здесь, в параметрах, и для тебя больше языка нет. А, я тебе говорю, Катя, классы, функции, методы, это одного поля ягоды. Абсолютно так же ты будешь писать классы, методы и все прочее. Но это надо понять сейчас, а не потом. Две этих вещи, на них ты сможешь сосредоточиться. И они тебе станут, на которые ты ответишь, они тебе станут путеводителем, как это изучить, ответить на вопрос два раз. И что изучить, ответить два. Вот ты подготовишь себя прямо с этого момента, будешь готовить. Но надо сначала было что, чтобы она немножко с параметрами разобрала. В данном случае мы выявили у Кати тормоз, у Дмитрия свой тормоз, но уже на более высоком уровне. У каждого свой. Это то, что мы с Катей говорили. Теперь возвращаемся к статье. Опять я говорю, у Дмитриевича это не произошло быстро, да. Да, я еще чаще вижу, года не прошло. Кстати, вот это будет тоже. Вот рост Дмитрия можно смотреть по видео, да. Но это его рост. У вас будут ребята, когда вы придете в школу, своя. И я это говорю так. Пришли, вцепились в группу. Потом я расскажу еще, какие вещи вы будете видеть. Извините, я постараюсь эту ссылку оставить на месте, потому что собираюсь менять дизайн полностью. Вот тут впереди видео. Вот начальная точка того же Дмитрия. Вот четыре видео. Вот прошло пять месяцев. Да, я скажу, что через пять месяцев он очень круто читал код. Стоп. То есть сначала, что мы добивались чтения кода. Скажите, пожалуйста, ребят, ну вот вы занимаетесь там на курсах, читаете книги, да. И потом наступает момент истины. Вы открываете профессиональный файл и бэ, мэ, и нифига не понимают. Ребят, срочно надо менять систему работы. Срочно! Вы занимаетесь не тем. Что, на что надо менять? Еще раз, уже говорил. Определите для себя, что такое работа программиста. Школа на этом построена. Документация, исходный код. Вот, везде, где в исходном коде есть все примеры. Берите Джанго, берите Того, берите Нунпай, любую библиотеку изнутри. Там все профессиональные фишки. Но сначала надо научиться. Вот у Дмитрия это не произошло, если бы мы не начали читать код. Всегда я достигаю, что первое, это чтение кода. Всегда говорю, первая задача это чтение. Чтение. Ну ведь это логично. Ну вы открываете книгу, приходит ребенок в первый класс. Вы то же самое, только там большие дядьки и тетки пришли изучать программирование. Ну, я так работаю с ребятами. Да, мы сразу будем писать. Да, пожалуйста, пожалуйста. Вопрос в том, мы пойдем там, переполнение стэка, мы будем делать примеры. Ребят, вы будете заниматься всем, чем угодно, кроме того, что нужно. А, вы скажете, Бовсуновский, ты хитрый. Так документация, ничего не понятно. Вот так же, вот, думал Бовсуновский с 2008 по 2014. Туда я не пойду. Так же ничего не понятно. А исходный код, ооо, это вообще страшно. Подождите. Вы кем собираетесь стать? Это как Денис, помню, Типлэр, значит, ник такой. Значит, когда я ему дал задание с Джанка смотреть, он говорит, не очень-то приятно смотреть код, который написан серьезными ребятами. А вы чем себя считаете? А потом бас и пошло, и поехало, и разобрал, и Джанка на кусочки, и все начал понимать. Что вы делаете, то и будет развиваться. Давайте еще раз дочитаем. Я ему уже длинное видео, хотел короче записать, но вот эти моменты хотел определить. То есть, дальше, то, что с Катей, да, потом определения пошли. Как следствие получилось в течение кода. В ходе работы с доками от своего кода. Скучная поначалу, но потом начинает работать обратная, да, и так далее. Нацепили несколько языков. Сегодня человек гонит JavaScript, Python, C++. И уже любой язык подключит абсолютно спокойно. То есть, чтобы понимание, добраться до типов, и они стали, они должны сначала стать потребностью. Вот вам сегодня скажи, большинству ребят, скажи, да, сегодня тип, значение и объект. Ну, ну, да, да, скажете, да, но это и так понятно. И пошли дальше, и при этом опять ничего не понимаем, почему. А потому что чтения нет, того нет, вот это мы и учат в школе Балсыновского. Берем профессиональную планку. Ну, я специально ребятам говорил. Я... Крутой пайк. Вот я, да, сказал, ребята, вот, берем планку, не надо бояться. Берем сразу профессиональную планку, раз, лакеи-то маги. Этому учимся, этому научимся. И смотрите, ничего здесь страшного нет. Возьму это видео, тоже, да, посмотрите по тога, да, первые уроки. Школа для вас станет поддержкой в таком ракурсе. Поддержкой в том смысле, что, во-первых, вы будете видеть, что делают другие ребята. В школе есть и уроки, и поддержка в группе, но надо в этой среде находиться постоянно. Потому что многие ребята мне пишут, вот я смотрю ваши видео, все класс, все понятно, такие вещи объясняете. Ребят, но ведь вы вырываете из какого-то контекста, и получается примерно следующая картина. То есть, смотрите, вы делаете что в данный момент? Вы видео посмотрели, и вот, да, вот сюда пойду, потом сюда пойду, потом сюда пойду, потом сюда пойду. И запутали. Почему? Потому что этих вещей много. Вот в школу приходит человек, вот я сделал домашнее задание, я ему говорю, нет, тебе надо к параметрам. Все, вот иди и долби. То есть, человек потихонечку находит свое. А потом уже для него начинают работать советы других ребят, то, что они делают. И вот когда он нашел свой стержень в школе, вот тогда ему помогают книги, все видео, почему, есть куда лепить, есть стержень, есть база. Когда он понял, что он делает, понимаете? Когда мы просто взяли, все по чуть-чуть почитали, и вроде бы собираемся писать. А к чему прицепиться? Это ж язык. Это надо размышлять так же, как собирать удочку, и думаешь, взял удочку, так, привяжу леску, надену поплавок, привяжу крючок, то есть, то же самое в языке должно происходить. Еще на один вопрос отвечу. Там иногда смотрят, там, в основе, там, отзывы. И курсы 2012 года. Ребят, да я сам в 2015-м только все понял, через 8 лет. Поэтому те курсы, они больше вредные, чем бесполезные. Это просто перечисление. Поэтому качайте, не качайте, не станете вы программистами, понимаете? Давно профессионалов Бусановский штампует, а вы все живете многие 13-м годом. Скачали, говорят, ой, там что за курс, ничего там непонятно или понятно, ерунда все это. Сколько лет-то прошло? 10 лет. Они все качают эти курсы. Качайте дальше. В школе почему люди начинают писать? Потому что они приобретают постоянно личный опыт. Ведь что люди ищут в сети? Вот что большинство из вас ищут в сети? А я вам скажу. Скажите мне, что мне изучать, чтобы я точно начал писать? Бусановский говорит, у нас в школе это есть. Да ты что? Да ну не может быть. Не, я умный. Я буду изучать все подряд. Полодец. Изучай добро. Вот сюда. Вот вам ссылка. Вот сюда идем. Тоже даю его описание. Идем и читаем. Если мы ни хрена не понимаем, то, ребят, ну что вы делаете тогда? Зачем вы за собой издеваетесь? Дима, кстати, работающий программист. Но быстро-быстро растущий. Люди-то разные ищут. Вот Икар Снову писал. Вот то, что просто, почему я постоянно привожу пример. То, что должно произойти с программистом. Да, вообще человек пришел, потому что искал что-то. А нашел две простые вещи. Документация, исходный код. Что и стало. Что страх пропал. То есть у него были знания, у него были определенные умения. Ему надо было собрать. После чего, понимая, нашел, что оказывается во всех языках все языки устроены подобно и одинаково. И начал понимать все языки. Но ведь это же банально просто. И об этом рассказываем в школе. Это просто вот я набросал. Потому что просто вот набрались эти вопросы. Поэтому вы просто запомните эту мысль, да. Решили там попробовать сами. Я сказал, получится через лет 10 точно получится. Такие сроки. И при второй вещи, что 3-4 языка, когда уложится, вы все увидите. 100%. Хотите быстрее, приходите в школу. Вот так будет. Тогда все, что вы сегодня и делаете, видео, книги, они будут в пользу. Совсем по-другому. Единственное, ребят, я же не сказал, что все само произойдет. Я сказал, что будем двигаться только профессионально. Так как мы двигаемся с участниками. Но это будет короткий путь, правильный путь. И эта школа вам поможет найти себя в языке. Вот это самое главное. Я не вижу причин, чтобы не получилось. Но надо изменить подход. Второе сообщение, которое написал человек, который, опять же, Икара, да, написал. Самое главное, это выучить и программирование, понимать. Вот это и надо. Изначально надо, вот он понял, изначально надо менять подход к пониманию и обучению. Ребят, ну ведь это же простые вещи, которых я бьюсь уже там не знаю сколько времени. Понимаете, все же банально просто. Но мы настолько все усложняем. Этот путь и есть короткий, который я показываю. Это и есть короткий путь. Понимаете, не надо ждать 10 лет. Надо просто пойти правильным путем. И за основу взять документацию и исходный код. То это и есть профессионализм. Ребят, спасибо за доверие. Поделитесь этим видео, поставьте лайк. И вот запомните его. Вот не получается, послушайте. Вот не получается, да. Вы можете там злиться на Бурсуновского. Вот он говорит, у него все просто. Какое нахрен просто. Через 9 лет я практически понял. Я сегодня говорю, ребят, вот как Диме, давайте рассказывать сейчас. Давайте и делайте. Так вот, запомните это видео. И запомните, что есть школа. Не получается, не отчаивайтесь. Приходите, все получится. Не выдумывайте себе причину, что вы не можете быть программистом. Ерунда все это. Вы делаете в жизни намного более сложные вещи. Просто надо изменить подход и делать правильно. Все получится. Спасибо за доверие. Для новых людей, кто начал с этого видео. Сайт spb-retout.ru Спасибо за доверие. Доступ недорого. Можно купить. Индивидуальное обучение согласен. Очень дорого. Но обычный доступ. Здесь бесплатная группа, где занимается большинство ребят. Совершенно недорого. Спасибо за доверие. Все получится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!